Ну что, друзья, приветствую всех любителей четвертой Европы, я с вами продолжаем играть за Непал, и буквально где-то полчаса назад я выложил прошлый ролик, типа, ну все, пойду садиться пораньше, сегодня запишу следующее видео, смотрю коммент такой, да, типа, а что за затемнение, я такой, что, какие затемнения, посмотрел ролик, боже мой, на протяжении, на где-то половины, второй половины, второй половины, половины в видео, реально есть такие постоянные затемнения, я, конечно, закрепил коммент под прошлым роликом, типа, с вопросом и моим ответом под ним, но я думаю, что и тут можно вполне себе сказать, ребята, все в порядке, это просто косяк по монтажу, но драматичность ситуации, знаете, в чем, в том, что все исходники ролика уже удалил, и предусмотрительно почистил корзину, вот это да, вот это я могу, вот никто так не может, а я могу, очень тупая моя личная оплошность, и очень тупо, я из нее не могу никак не выйти, я просто могу ролик, типа, скрыть, удалить, но там же первая половина нормально, поэтому никакого особого в этом смысла нет, очень, премного, перед всеми, извиняюсь. Так вот, у нас с вами Непал, у нас с вами следующая, уже мы, сегодняшняя наша, часть, на движение бедствия, внутренние распри, я присмотрелся, и подумал, как это можно убрать, во-первых, можно поднять стабильность, стабильность нам снизить беспорядки, вообще, проблема в том, что внутренние распри, распри могут пройти, когда уровень беспорядков меньше нуля, базовый уровень, ну, то есть, не плюс, а, допустим, ноль, минус, да, а у нас, такие беспорядки даются от сверхрасширения, и нам это все нужно сделать до 95-го года октября, мы не сможем успеть всю вот эту вот штуку убрать, но сверхрасширение, какое-то останется, да, мы можем качнуть стабильность, и сильное недовольство у нас из-за шпионов, а сильное недовольство, оно уйдет в 94-м году, то есть, мы успеваем вообще без проблем, даже без прокачки стабильности мы все успеваем, поэтому, друзья, все, все великолепно, главное, содержание армии не снимать, а так все будет четко, так вот, с этой проблемой мы уже решили, все отлично, а вот еще и советник на минус беспорядки, просто великолепно, так, нужно нам хорошенько, о, Великобритания какие-то ретировки делает войско, надеюсь, они не с кем не будут воевать, потому что, хотя, что это за союзы, не союзы, а можно было бы, ого, Джон Пур славился своими союзами, можно было бы напасть на кого-то, чтобы добрать себе Бенгалия, потому что Бенгалия, это вещь крайне полезная, как мы уже с вами решили, добрать Бенгалию, и как я хотел пойти в Китай, в Китай, еще у нас, между прочим, есть решение политики, а именно создать Бхаратскую нацию, да, но это вся Индия полностью нужна, ну, конкретно точки контрольные, которые расположены по всей Индии, вообще абсолютно, то есть, объединить Индию, грубо говоря, да, вот, и станем мы Бхаратом, это, конечно, интересно, но сможем ли мы это сделать, не знаю, а вот, повоевать с Китаем, у которого мандат ноль, вот это, вообще, за, за милое дело можно, да, тем более, он с Маньчжурией войнует, и даже побеждает Маньчжурию, вот это дела, да, ну, ладно, неважно, мы это, мы это уже научены, даже с положительным мандатом, и, его убивать, так что, по поводу этого, мы переживать вообще ни капельки не будем, а, да, кстати, коалиция против нас какая-то имеется, и было бы не, не, неприятно, если бы на нас, они реально напали, это коалиция, в принципе, ну, тут 49 везде, вот эта часть самая страшная, у нас вроде как не должна ополчиться, а вот здесь, а вот здесь они не ополчатся, потому что они сами по себе слабее, да, но, улучшать отношения стоит, о, Мин мандат свой улучшает, нифига себе, нифига себе, а он, видимо, вот постоянные события у нас вылетают, типа, Мин что-то затевает, и вот он на Манчжуре нападал, вот сейчас на Монг Мау, вроде как, собирается нападать, а это под влиянием, ну, это не Данник, да, то есть он устанавливает своих Данников, правильно я понимаю? Ну, да, Монг Мау нету, никак Данник считается, но если он увеличит мандат, да, ну, еще и на в плюс идет, то это будет прям грустно, придется на второй раз воевать за деньги, а денежки мы любим, как мы знаем, правильно? Правильно, ну, все, бедствия мы победили, к счастью, можно содержание армии в нолик, 33 плюс, красота, в принципе, мы можем быкануть на Арису, Арис имеет в своем владении куча, куча провинций, в том числе и торговых, но между нами и ними тут Великобритания неудачно так расположился, вообще абсолютно неудачно, ну, подчистить границу, чтобы было красиво, это всегда полезно, правильно? И, наконец, получить общую границу с Пегу, и начать ее присоединять, это будет явно не лишнее, А, ну и само собой, давайте мы проверим, сколько у нас содержания, плюс 14, просто великолепно, тогда я хочу добить побольше себе армии, армии 36, у нас до конца добито 18, ну, да, 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 36 примерно, и давайте себе пехотную подмогу, просто у нас лимит армии просто чудовищный какой-то, и вот пехотную подмогу получить, это само то, давайте мы даже как за Германию будем практиковать, типа, ношение, ношение, в общем, армии, которые чуть-чуть по пехоте превышают лимит фронта, потому что мы войдем в бой, и тут же лимит фронта просрется, потому что, ну, моментально ввести подкрепление будет невозможно, по крайней мере, проконтролить это будет очень сложно, поэтому, ну, на 2 тысячи пускай побольше будет, тем более это все наши раджепуты будут, уже после этого, пожалуйста, какие-то тейлинги сейчас пойдут, и помогут им, поскольку мы будем их нанимать, давайте по 20 тысяч, наверное, так будет поудобнее, кстати, у нас же выход к морю теперь есть, мы можем себе мега флот сделать, причем, в том числе и торговый, торговый флот, непальский, знаменитый непальский торговый флот, можно заняться, давайте, причем можно не только торговый, а вполне себе и всякие галеоны военные можно построить, почему нет, и впервые за долгое время у нас наконец-то переизбыток военных очков, которые мы можем вкладывать, например, я бы, конечно, идею военную взял, но в плюс 60, допустим, нужно куда-то, короче, военные очки тратить, я, пожалуй, их буду тратить на прокачку дешевых провинций, вот, допустим, в Северной Бенгале, мы сейчас еще вот такое поставим, мое почтение 17, мы уже, наверное, да, мы можем университет строить, но это будет целый год, а чего не подождем год, а давайте, мы построим, а хотя нужно прямо же сейчас вкладывать, правильно? Ладно, мы университеты будем по всей стране строить, ну, по крайней мере, в торговых точках, да? Ладно, разберемся, неважно, и вот в эти провинции можно вполне себе, прокачанный военным образом, строить себе полевые лагеря, казармы, и иметь кучу, кучу рекрутов, правда, это, конечно, денег так огромных просто стоит, но все же. Вот, наконец-то, флот, не пальцы, знаете, какие эти крутые, блин, квадратные, страшные такие, так, защита торговли, бенгалия, плюс, плюс 0, 70, 70, 37, пожалуйста, вперед, и, в принципе, постройкой кораблей мы можем заниматься очень долго, и очень, очень продуктивно, и так, в итоге мы пока что имеем, две полуударки, и две подмоги, и при полном содержании, плюс 12 монет, мм, просто какой-то мед на, на сердце, не знаю, бальзам на душу, и так, Ариса, против Арисы мы можем бакнуть, сколько войск у Арисы, 19 тысяч, у Дели, союзника, 50, 53, в принципе, две полуударки можно кинуть на Дели, а, а что тогда с Арисой делать, ну, с Арисой, это ладно, полуударкой можно одной справиться, а у Дели, там 53 тысячи, 53, ну, ладно, давайте тогда мы быстренько с Дели разберемся, потом в припрыжечку добежим, вот, досюда, у нас везде крепости, как бы, что бояться, правда, они, конечно, вот так, могут выйти, но тут войск вроде как нету, и так, в принципе, мы уже, наверное, готовы, осталось только поддержать полностью армию, а у нас уже и как бы не все так хорошо, просто, наверное, из-за пополнения, и наши какие-то чудовищные 75 тысяч, мы не можем содержать, они у нас погибают потихонечку, ну, на два разделя, и так, в принципе, можно уже сохраняться, и спокойненько, со всей уверенностью нападать на Дели, ну, на Арису, как бы, ну, вы поняли мой ход мысли, завоевания, вот за эту провинцию мы будем все, что вот это вот мы, наверное, вассалу отдадим, чтобы корил это сам по себе, потом присоединять его будем, ну, что, господа, поехали, субтитры создавал DimaTorzok и так, от Дели мы оттяпываем, собственно, столицу Дели, у нас, наверное, да, у нас на нее претензии даже есть, так что, безо всяких угрызений совести это делаем, правда, коалиция не самая приятная, да, но, ну, ну, ну и ладно, что, мы еще боимся кого-то, мы же боимся, нет, не боимся, так что, нет особого смысла дальше воевать, с Дели, вот, может и есть, ну, как бы, черт с ним, мы, мы можем себе позволить, быковать и, в таком формате, мы даже какое-то задание, смотрите, выполнили, завоевание Дели, круто, боеводуха армии, здорово, а на Арису еще и Джон Пур напал, ммм, супер, еще и Джон Пур напал, что, здесь ммм, я бы, вот, я вернусь, что, а на Арису, я вернусь, Продолжение следует... И, конечно, было бы красиво, если бы Арис осталась таким кусочком сбоку висеть, но... Но... Также было бы отлично забрать торговую точку, мы же знаменитые торговцы, вы знаете об этом, да? И получается провинция Ариса, собственно, собственной персоной, вот она. Конечно, у нас не будет права прохода здесь через Великобританию, вот это вообще, да? Вот, но, тем не менее, у нас коалиция какая-то будет, но коалиция, как мне кажется, по крайней мере, не очень жесткая. Вот, и жить в целом можно, так что... Наверное. Бум! Кучу очков мы потеряли при заключении мира. В два раза потери у нас меньше, что великолепно. Так, новый соперник нам нужен, Малако, Тимурида, Гуджарат, Испания, Великобритания, Великобритания, конечно, флот в 4000% лучше. Интересно. Малако послабее. Ну, давайте Малако, чего, в любом случае, если мы захотим прям вообще из Китая переправлять торговлю, то это можно будет делать только через Малако. Собственно, Малако же? Малако, да. Ну и самое время, наверное, Пегу присоединять. Правда, коалиция против нас какая-то собирается. Уууу, красная, всё. Так, нам нужен союзник. Союзник Видженагар. Видженагар, пожалуйста. Кто ещё к нам в союз захочет? А, вроде больше никто. Вроде больше никто. Синт может согласиться на самом деле. Синт. Россия. Нет, Россия не согласится. Синт, у тебя союз уже, ну, в общем, никаким боком нам с вами не дружить. Канди совсем маленькая. Да и Вьетса третий есть. Ну, это ни о чём. Аути. Аути обижен Китаем, да? Причём солидно так обижен. Ну, блин, это очень далеко. Нам не против Китая же нужная, типа, коалиция срочная, правильно? Причём, смотрите, есть отдельная Япония слабенькая и Аути отдельная. Посильнее. А Ходзи этих Айнов завоевал нормально. Ладно, давайте, наверное, тогда с Синтом мы получаем отношения. А в Войс что-нибудь и получится дельнее. О, коалиции полетели, посмотрите только. Гуджират, а ты этот Синт, говорю, ты не хочешь пока что? Нет, он, по-моему, ещё хуже. Хуже. В союзе с соперником. Хм, интересно получилось. Давайте мы, наверное, с Давьетом подружимся, да? Потому что, ну, с кем-то же нужно дружить. А, и этот, это ещё не впритык у нас. Прикиньте, не впритык. Так, ещё тогда можно союзника, получается. Ладно, не будем бросать попытки с Синтом заключить. А, вот, Динбрак, смотрите. Да, всё нормально. Просто у нас очень плохо с Дипрепой из-за сверширения. Ну, естественно. Естественно, из-за шпионов вражеских. А таким образом, хопа, и мы уже можем делать союз. Великолепно, по-моему. Хм, институт просвещения. Понял, принял. Взяли тех, можно взять что? Есть на Дипрепу что-то? Дипреп, улучшение отношений к СТА. Вот, привет. Чё думать? Или, может быть, миссионеры? Мы не перекрещиваем. Ну, чуть-чуть есть такое. Ну, так себе мы перекрещиваем. С деньгами вроде, ну, вроде как порядок у нас пока идёт это. Ох, скажите мне, как это у Дели вообще в закорючку превратился? Смотрите. Господи, о чём я говорил? А, национализация у нас идёт очень активным образом. Ну, да неважно. Давайте тогда мы... Да, Дипрепу, чё уж там, да давай. Всё равно там, это же штатист, он скоро того этого. А нет, после смерти правителя. Просто 5-0-2. Просто донный так. Донный неприятный. Ну, ладно. Так, а не нужно забывать то, что у нас всё-таки институт. Институт у нас появился, ну, понятное дело, что не у нас. И просвещение у нас в столице чуть-чуть начинает появляться потихонечку. Но это очень потихонечку. И прокачивать провинции, это моё самое любимое занятие, как вы знаете, да? 26 какой-то есть провинция. Табу... Таба Уин. Вот она, да? Я помню, что она, да, чужой религии. И я бы сначала хотел перекрестить её, а уже потом, да. Или вот, допустим, городок сюда вот этот снести и поставить университет. Ммм, неплохо, неплохо. Всего год подождать, пока он построится. И нормально качать провинции, получать институт. О, смотрите, мы что-то получили. Традиции какие-то, логиальности. Я бы специально не смог это выполнить. Но мы получили продвижение воинской касты. И куча-куча претензий, куча претензий. Надеюсь, не все эти претензии мы уже завоевали. И, нет, у нас куча-куча претензий вокруг нас. Это мы делали, вот это вот нам дали, точно. Вот это дали, вот это я делал сам. Вот это нам дали. И вот это, по-моему, я сам делал. Как-то так. Круто, приятно, будем воевать. Итак, в принципе, мы уже, наверное, можем присоединять вассала. Это будет просто какие-то чудовищных очков стоит. Но у нас довольно пока что. Пока что неплоха дип-репутация. И поэтому можем вот эту кнопочку прожать. И 712. То есть, ну, не так уж и много. То есть, 8 лет, да? 8 лет. Тю! Я просто уже снулся, когда увидел 1700. Я смотрю. А, ну, все нормально. Все понял. Ай, Мин все-таки подорвал репутацию. И сколько у нас будет присоединяться теперь? О, да. Плюс, ну, почти 10 лет. Нормально, Мин. Хорошо работаем. Так, отлично. Мы перекрестили нашу эту провинцию. И... Эх, потер ручки. И поехает. Мы перемещаем вот на эту штучку. Университет построился. И цена развития 13. Маю. Почти. Не было бы терапевтического климата. То, наверное, это было бы не Индокитай. Ну, ладно. Было бы еще дешевле. Ну, что, поехали потихонечку открываем. И просвещение, оно и так идет по чуть-чуть. Неважно. Мы идем качать провинции. Ну, и все. Просвещение представлено. Супер. Конечно же, мы не сможем это ничего внедрить, потому что это только одна провинция. Но вокруг нее сразу же такие все... А, просвещение. Точно. Блин, спасибо, что подсказали. И вот пошло потихонечку. Вот 58 в месяц. Где-то поменьше, где-то побольше. 88, например. Ну, это в самых развитых тогда. Вообще единичка в месяц. Мы почти... И тогда каким? Когда-когда? Вообще скоро. Тогда, если мы еще вот... А, Верхняя Бирма у меня не принята как территория. Ну, да ладно. Просто можно либо отменить, либо распространение институтов. И, пожалуйста. В общем, ждем 2012 года. И тогда мы сможем принять институт точно. И, в общем, есть такая отличная идейка. Знаете, у меня довольно много и рекрутов, и лимитик. Еще две полуударки. Пожалуйста. Можно же такое сделать? Просто 18 пушек себе нанять. Вот эти две армии. И отлично. Видите, как мы их раскачали красиво. Если 2 по 18, это... Не сложно посчитать. Даже считать не нужно. Просто сюда. Это 38. 38 мы себе можем позволить, да? И еще на подмогу останется. При полном содержании мы тратим 31. То есть... Ну, это я еще одного советника взял третьего уровня. Но он на 50% дешевле. Получается, все не так уж и плохо. Да. Давайте нанимать. Получается. А, только денег не хватит нам. Понял. 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 Ладно. Тогда мы, наверное, сейчас вот так вот прожмем. Когда поднакопим. Тогда уж красиво сейчас все сразу одним разом и наймем. Я, кстати, никогда не заглядывал сюда. Но в великих морских, блин, мировых державах мы уже на седьмом месте. Воу. И развитие у нас почти тысяча. Это значит, что при должном престиже мы сможем принять ранг империи. Мое почтение. Империя Непал. Непальская империя. Как вам? Вообще великолепно звучит. Мы такое себе хотим. О, эпоха революции. Последняя эпоха. Такое ощущение, что у нас только-только эта игра начинается. Только серединка. Ух. У нас ни разу не было золотого века. Огромная столи... О, господи. Мы... Что мы вообще в этой партии успели сделать? Ничего. Смущает двор. Господи. Не смущайте двор. О, бесчестные негодяи. Вы только полюбуйтесь. Итак. Против... За нас, кстати, союзники вступились. Виджанагар, Синд, Дайвьеда. В полном составе союзники. Как приятно. Но против нас... Блин, про... Таунгу. Возглавляет коалицию Таунгу. Против нас... Гуджарат, Малева, Джонпур. Значит, Великобритания. Какая-никакая. Монг Мао. Значит, ну вот эти вот всякие. Да. Ну что, друзья, могу сказать. Победит сильнейший, собственно. Я так полагаю, что мы будем сильнейшими. По крайней мере, я хочу на это надеяться. Ну, в общем, как-то так. Ну что, поехали. Гуджарат, на самом деле, самым страшным, мне кажется. По крайней мере, пока что. Ну ладно. Сохраня... Я готов сохраниться, как бы. Давайте не паладин, конечно. Но я уверен, что все будет в порядке. Поехали. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . . Спасибо. . . . Вроде как. никакого труда нам не составит. Поэтому переживать на этот счет не стоит. Но так считаю что ну только-только играть то и начали. А уже все. Скоро через сто лет конец. Грустно. Печально. Нужно многое успеть. А времени то и нету. Ну а в целом то красиво. Красиво. Красиво поиграли. Много завоевали. Коалиция вообще. Муах. Конфетка получилась. Коалиционная война. Спасибо. Союзникам. За то что сдерживали их какое-то время. Дайвьет. А нет. Ему не заставили. Он просто из войны вышел единственный. Как из союзников я не заметил то что его тут давят сильно. Ну и ладно. Итак друзья. Получается что мы торговые гиганты. Претенденты самое главное на объединение Индии. А мы хотим это сделать не только Индии но и Китая. Тут уж как получится. Вряд ли и то и то у нас выйдет. Но в принципе я бы сюда пошел в Малаку. Ну и страна такая будет обширная. Красивая. И что самое главное мощная и богатая. Ну что. На этом как вы поняли. Как вы поняли я уже с вами прощаюсь. Надеюсь я ничего не замудрюсь в этот раз с монтажом. Вроде как не должен. Да и в этот раз я вроде как никуда не спешу. Более вдумчиво буду сидеть монтировать. На сегодня господа все. Спасибо что были. Спасибо что смотрели. Обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии. И жмите на колокольчик. Так. Вот. Как то. Так. Так. Продолжение следует...